Вы думаете, Путин сейчас стоит перед дилеммой отвезти войска, часть войск с временно оккупированных территорий для того, чтобы укрепить границу свою? Конечно, эта дилемма естественно встает. Эта дилемма у него встала в связи с Москвой, в связи с обстрелами, налетами этих гостолотников на Москву. Значит, наверное, часть ПВО надо передислоцировать с фронта на оборону подступов к столице. И во-вторых, в связи с необходимостью перебросить часть своей попутной армии, чтобы прикрыть Белгород. Ну а там, где Белгород, там и Курск, там длинная граница, в этом проблема. То есть дилемма, очевидно, есть. И я, собственно говоря, насколько я понимаю, именно в этом главный стратегический замысел ВСУИ заключается. То есть вот те психологические эффекты, о которых я говорю, они тоже очень важны. Но они все равно, так сказать, сопутствующий фактор, да, не главное, почему решили, украинцы решили обеспечить вот русскому легиону и РДК возможность делать то, что они делают. Как-то так. Давайте говорим про контрнаступление в контексте заявления Виктора Орвана. Это премьер-министр Венгрии. Он сказал о том, что, значит, он заявил о необходимости не допустить контрнаступление вооруженных сил Украины, потому что оно приведет лишь к новым жертвам, как он сказал, в первую очередь со стороны Украины. Конец цитаты. Слушайте, если раньше, знаете, у меня были сомнения, что он играет в какую-то свою там игру, то сейчас я все больше склонен к тому, что он, я не знаю, агент Кремля. Как бы это наивно, знаете, не звучало вот эта фраза, но выглядит все именно так, потому что это конкретно нарратив России. Ну, ну да, конечно, это нарратив России, конечно, это предложение. Ну, то есть, в тот момент, когда Россия пытается наступать, он молчит, он ничего не говорит, что зачем это новые жертвы, так сказать, да? А когда Россия выдохлась, значит, и стоит шатаясь, и в этот момент украинский боксер, значит, собирается ударить в челюсть, потому что он свеж и полон сил, вот, тут Орбан такой бросается между ними и кричит, все, брэк, значит, типа расходимся по углам, вот. Вот, ну, на самом деле я смеюсь, потому что, ну, я рад, что на самом деле, ну, это настолько не имеет значения, что настолько вообще смешно это, да, вот этот каминг-аут, который делает Орбан, насколько это, ну, не повлияет на ситуацию, потому что поставки оружия западной нужны, чтобы они как продолжались, так и будут продолжаться, и они постоянно усиливаются. И усиливаются они, смею предположить, именно в связи с тем, что БСУ демонстрирует способность, умение воевать, значит, дающие оружие европейцы и американцы понимают, что украинцы, ну, используют их оружие, так сказать, во благо, да, не растеряются, значит, знают, что с ним делать, да, и, соответственно, чем ближе украинская победа, тем больше помощи Украина получает, и никакой Орбан не в состоянии на этот процесс повлиять, он не в состоянии повлиять на победу в СССР, он не в состоянии повлиять на позицию администрации Байдена, например, да, или там на англичанок, на немцев, вот. Поэтому, наверное, над этим, в общем, можно посмеяться, это такие вот бесполезные усилия, которые ни на что не способны, не способны изменить доминирующего расклада. Субтитры создавал DimaTorzok